всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал я вас очень рада видеть своем новом видео сегодняшнее видео я решила назвать здравствуй осень в этом видео я хочу окунуться в уютные осенние будни и сегодня мы с вами вместе будем готовить также украшать дом я надеюсь что вам это видео понравится и желаю вам приятного просмотра я хочу вам показать немного осенних покупок для дома вы знаете это такие уютные милые атмосферные вещички которые действительно создают настроение и иногда стоит буквально поменять своем доме что-то вот изменить какую-то мелочь но в конечном итоге она придаст именно тот самый настрой и вы уже совсем по-другому себя ощущаете и начну я пожалуй вот такой вот мягенькая покупки я решила обновить полотенчики маленькие у нас в туалете висят маленькие полотенца также такого размера полотенце я использую для того чтобы вытирать лицо их покупала в ленте и мне понравилось что они не про не просто обычные махровые полотенце у них есть вот такой вот узор они приятные по качеству я решила соблюдать именно вот такую вот ну наверное не удаваю цветовую гамму там были четыре цвета общем я решила придерживаться вот такой вот цветовой гаммы хочу поменять все полотенца которые у нас в туалете потому что сейчас они у нас там немножко разношерстные я изначально планировала что все полотенчики там будут белые но скажу вам честно с белыми полотенцами очень сложно так же как и с черными потому что я купила белые черные полотенца и вот черные полотенца они очень сильно выстирываются становятся такими сероватыми в общем некрасивый оттенок получается белые же полотенцами конечно для рук это тоже не лучший вариант поэтому в общем решила вот в такой вот цветовой гамме теперь соблюдать все полотенцы также кстати как и для ванной комнаты хочу тоже немножко обновиться очень подражали вот такие вот махровые полотенца и вот эти вот маленькие они были по приятной цене абсолютно адекватной же в леруа я себе прикупила новые две наволочки на подушки декоративные и вы знаете вот эти наволочки я забрала последние я удивилась потому что я раньше в леруа как-то постоянно искала наволочки но там продаются именно подушками а вот эти вот такого очень красивого насыщенного янтарного оттенка и вот сейчас в осенне мне кажется в осеннем декоре в осенней гамме дома это будет смотреться просто невероятно красиво я их планирую заменить вот здесь вот у себя именно в спальне в гостиную я какие-нибудь другие подберу я забрала две последних они очень хорошего качества по размеру они 40 на 40 в принципе это именно тот размер который на мои подушки подходит но я стараюсь всегда вот такие наволочки покупать 45 на 45 потому что они смотрятся намного эффектней здесь мне все-таки кажется немного такая подушечка более подзабитая мне нравится когда она не такая прям ну упругая вот поэтому но красивой наволочки не смогла пройти мимо следующая моя покупка это честно вам скажу моя очень давнишняя хотелка я такие вещи смотрела и на алиэкспресс и на валберис и на озон в общем везде искала но честно говоря меня останавливала цена я не понимала почему это так дорого стоит но в конечном итоге в общем я решилась и купила себе вот такой вот потрясающий красивый фартук невероятно красивого такого осеннего оттенка он кстати достаточно плотный я сейчас первый раз вместе с вами его рассматриваю вот сейчас на телефоне на камере этот оттенок смотрится намного светлее в жизни он такой более глубокий более насыщенный такие здесь вот красивые крылышки естественно его нужно отгладить отпарить чтобы это все было красиво здесь еще есть и кармашки в этом фартуке готовить насколько мне будет приятно самой насколько мне захочется лишний раз одеть этот фартук чтобы лишний раз приготовить что-нибудь вкусненькое своей семье я конечно совсем по-другому взглянула в общем точка зрения изменилась поэтому как только именно вот в этой расцветке появился фартук я тут же побежала его и купила там есть несколько разных расцветок есть очень красивый бежевый оттенок есть розовый фартук я все-таки на бежевые присматриваюсь потому что мне кажется что вот такой вот очень красиво для тоже вот сейчас осени осеннего сезона а вот к примеру бежевый будет красиво именно на летний сезон и по качеству девочки мне очень понравился этот фартук сзади смотрите то есть здесь есть и завязка можно это все завязать они вот как я покупала в икеа фартук и он без завязок в общем болтается туда-сюда сзади здесь крест-накрест сделаны вот эти вот лямки в общем шикарный и как я сказала вам уже кармашки по длине он не короткий следующее это будут покупки из фикс прайс и я на самом деле очень удивлена что там появились такие вещи одну и покупку свою я вам уже показывала в прошлом видео за такая тыковка сегодня мы с вами вместе будем украшать кухню менять немножко декор у меня на кухне поэтому я вам покажу как это тыковка будет смотреться также и в интерьере но еще хочу вам показать вот такие вот вещички которые купила фикс прайс взяла вот такой вот коврик для сушки посуды у меня такие коврики из фикс прайса есть они стоят не очень дорого поэтому мне не жалко их лишний раз там не не застирывать не как-то за ним не ухаживать а просто выкинуть купить новый но вот до этого до осени у них появлялись только такие цвета очень яркие которые мне честно говоря сейчас не хочется в своем доме видеть а вот этот вот я просто в него влюбилась с первого взгляда сейчас у них появились также в нескольких расцветках и все они именно вот в такой вот знаете гамми козью холм то есть такого уютного очень сканди дома вот атмосферного поэтому мне очень понравилось общем взяла один коврик мне показалось что он немного тоньше по вот плотности чем был были мои прошлые у меня были такие нежно-розовые я их покупала давно и купила сразу по-моему три штуки и вот они у меня сейчас как раз износились я пошла чтобы посмотреть новый я так думаю что я наверное сбегаю еще за одним куплю 2 потому что ну правда очень красивый также там появились новые коврики силиконовые коврики для выпечки и они появились тоже в разных цветовых вариантах и я себе взяла конечно же что-то бежевое вот там был еще очень красивый тоже розовый такой же коврик нежно-розовый вот но я решила взять вот такой вот бежевый смотрите какой он кстати красивый какие здесь рисуночки вот опять же мелочь но вот когда ты застилаешь вот такой вот коврик для того чтобы приготовить у меня есть несколько ковриков из фикс прайса вот эти которые у них были белые с розовыми вот полосками здесь вроде как и красивый но в то же время не создает ощущение желания на нем готовить и каждый раз его доставать а когда ты видишь вот такую вот вроде как казалось бы мелочь но когда ты ее расстилаешь на столе прям даже хочется лишний раз что-то приготовить чтобы использовать также что мне еще понравилось что на этом коврике теперь есть вот такая вот шкала то есть вы можете все измерить также есть круглая шкала еще они сделали такие вот подсказки но в общем на самом деле все очень удобно и мне показалось что этот коврик больше по размеру чем был вот тот он немного другого качества для все волосы к нему сейчас электризуется он немного другого качества видите он такой более мягкий но в то же время может быть это и удобнее будет в общем посмотрю как я буду на нем готовить если понравится то тоже все свои вот эти вот белые заменю потому что они у меня тоже уже как бы я их не чистила как бы я их не вымывал он тоже они уже пришли в такое не очень хорошее состояние что еще у меня здесь девочки под видео где я показывала вот эти вот органайзеры у меня столько много вопросов дайте ссылку где вы их купили а я изначально сразу в начале еще видео с покупками говорила что я купила их фикс прайс я решила еще раз вам показать этот органайзер потому что я сейчас буду его собирать и буду ставить наверное в туалет я так думаю вот смотрите здесь вот такая вот штучка вот так вот мы собираем и просто вот эту вот боковинку вот этот как бы ремешок протягиваем и у нас получается вот такая вот потрясающая красивая корзинка органайзер как угодно можно его назвать в общем такое место для хранения где во первых она не просвечивается непрозрачная как любая корзина мне очень нравится корзины в интерьере но вот вы знаете когда появились вот такие органайзеры я увидела именно тот самый огромный плюс именно вот в таком вот варианте потому что он не просвечивается в отличие от корзины и когда вы например организуете какой-то уголочек или пространство или какое-то хранение в корзине ставите и вроде вам кажется что все у вас организовано но в то же время есть какая-то вот такая мелочевка которая не дает ощущение благородности сейчас буду менять декор и вот как раз наверное в туалет я думаю я поставлю именно вот эту желтую корзину у меня там как раз золото вот этот вот стоит кашпо под цветочком и я сюда просто поставлю освежители воздуха у меня там есть такие запасные штучки для диффузора в эту вот сумочку можно все спрятать и в органайзере все будет храниться и красиво и удобно и все в одном месте размещено в общем мне очень понравился поэтому решила вам показать много вопросов было действительно они очень качественные красивые не знаю есть ли они сейчас fix прайс я когда их увидела вот прям я ухватила их тогда три штуки и больше к сожалению в наших фиксах не видела но может быть что-то еще появится девчонки и еще одна покупка это вот такие вот постеры но я наверное сейчас их раскрывать не буду вам показывать потому что я буду все равно в любом случае все это в рамы оформлять и когда вот я повешу я здесь заказала сюда поменять постеры и на кухню в общем когда в рамы повешу то обязательно вам тоже ну а сейчас мне хочется добавить немного осенней атмосферы в наш дом поэтому я буду преображать некоторые зоны добавлять декор намного меньше чем я это делала раньше раньше мне кажется я скупала весь декор сезонный будь то осенний или зимний в каких-нибудь fix price фамилии ленте других магазинах старалась заглянуть в каждый уголочек квартиры в каждую комнату обязательно что-то переделать изменить декор внести какие-то коррективы сейчас у меня совсем другой подход или просто я поменялась может быть как-то повзрослела может быть изменился фокус и я совсем по-другому начала к этому относиться сейчас мне хочется просто добавить каких-то элементов может быть цветовых решений акцентов и с помощью этого просто привнести определенную атмосферу в ту либо иную комнату либо в то или иное место в своем доме вот сейчас например я немного преобразила вот эту вот полочку нишу над инсталляцией в туалетной комнате я кстати давно рассматривала такой вариант что мне нужно здесь придумать какой-то декор и вот как раз такой декор можно будет использовать здесь на постоянной основе не обязательно только осенью можно убрать тыковку и все остальное оставить и на другие сезоны вообще изначально вот эта ниша она должна была быть закрыта здесь должны были быть закрытые полки и там у меня должно было все хранится той что необходимой для уборки но я очень рада что в конечном итоге наш ремонтник он в общем нас немножко так скажем кинул и у меня вот это вот пространство она осталась таким открытым поэтому сейчас я могу здесь сделать что-то вот такое вот атмосферное поставить какие-то органайзеры свечки вазочки и в общем действительно туалет он становится не таким обыденным не просто туалетом а уже как действительно как комната для кого-то может быть это будет непонятно но каждый судит по себе мне вот прям так хочется я помню как я тоже заходила в туалетную комнату например в какой-то стоматологии или где-то еще и мне казалось боже мой зачем здесь ваза с цветами зачем здесь свечи сейчас же я это расцениваю как преображение интерьера как что-то очень интересное красивое атмосферное эстетично и поэтому мне так нравится я уже перешла в спальню здесь я хочу поменять текстиль также я достала свои осенние веточки поставила около кровати в вазочку и еще я здесь буду менять постеры сейчас как раз достаю те постеры вот которые я заказала заказывала я в интернет в магазине home или art может быть если кто-то не знает то напишите мне внизу в комментариях я обязательно дам вам ссылку или напишу как они называются они есть в запрещенной сети и также у них есть сайт они выпускают очень классные постеры можно купить постеры как в электронном формате так и напечатанные как это сделала я и также у них можно приобрести постеры прям сразу с рамой то есть у них полный такой спектр услуг а также что мне очень нравится в них на сайте можно сфотографировать свою стену поставить туда фотографию того места где вы хотите раз расположить постеры и программа сама подберет вам как эти постеры лучше разместить какие размеры вам нужны как это будет смотреться то есть вы как бы со стороны можете посмотреть как это будет выглядеть в вашем интерьере на вашей стене с вашими цветовыми решениями это я считаю очень круто да эти постеры не дешевые сразу могу сказать но качество их очень классная я уверена что они прослужат мне не один год и у них действительно очень интересное разнообразие этих постеров можно выбрать и разные размеры и расположение и также у них есть постеры по сезонам и по увлечениям мне очень нравились постеры в них гарри поттер я хочу детям приобрести в комнату девочки я также хочу извиниться сегодня за свой голос может быть где-то будет проскальзывать хрипотца я просто во-первых немного простудилась а во-вторых я очень сильно болела за ваню на нашем чемпионате футбольном два дня мы были на этом чемпионате кричали вопили можно сказать со всеми родителями болели за наших мальчишек поэтому мне кажется что там все наслоилось я и голоса сорвала и в то же время и заболевание дало о себе знать но мне очень хотелось выпустить вам это видео сделать его и поэтому я постаралась так что прошу простить если вдруг где-то будет не совсем приятно меня слушать но я очень надеюсь что все будет в порядке сейчас я уже перехожу в гостиную здесь тоже буду вносить небольшие коррективы я хочу здесь тоже надо нашим диваном расположить постеры но пока еще я во-первых не придумаю какие во вторых я не совсем пойму как это сделать поэтому сейчас у меня в гостиной тоже будет очень маленькое преображение это изменение текстиля на подушках я достала новые наволочки и также поставила такой подносик тоже с осенними веточками с тыковкой и свечку а вот на кухне у меня будет большое преображение я во-первых давно вам обещала что хочу немного переставить переделать расположение на столешнице поэтому сейчас вместе с вами будем менять пробовать в общем буду смотреть как и что здесь буду располагать что мне будет нравиться и также тоже здесь для кухни поменяю постеры и повешу уже осенние изменю немножко расположение также еще по поводу спальни хотела вам сказать что все таки вот хожу смотрю на те постеры которые меня в спальне висят и не совсем мне нравится их расположение как-то мне кажется их маловато что ли или как-то куцевато они смотрятся поэтому скорее всего закажу еще один но просто в другом либо расположении горизонтальном а не вертикальном либо в другом размере но в общем буду тоже смотреть и по поводу кухни я в этом видео вам сняла именно тот вариант который сделала изначально но сейчас я тоже изменила постеры у меня теперь с левой стороны висит большой постер а тот который вот видео будет я его повесила в прихожую я обязательно в следующем видео вам покажу как изменила но мне этот вариант который у меня сейчас намного больше нравится и 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 Перед тем, как наводить красоту на кухне, сначала я все, естественно, почистила, почистила фартук. Давно уже у меня смотрел туда, падал взгляд и тянулась рука. Ну, в общем, наконец-таки дошли, так скажем, руки до фартука. Также помыла варочную поверхность, помыла столешницу. И вот сейчас уже можно наводить красоту. Баночки, которые у меня есть, вот эти контейнеры мои зелененькие, я их оставила. А вторая баночка стеклянная я вам показывала. Я ее покупала в магазине Син, когда мы были в Москве. И вот сейчас здесь буду обустраивать такой уютный уголочек. Синь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На столешнице я пока организовала так Мне так хотелось Мне кажется, что так мне будет удобно Потому что все то, что мне нужно для приготовления, оно будет под рукой Но также еще и добавлены элементы такой уютности Это цветочек, тыковка, в которую я насыпала смесь семян Это, кстати, вот как раз та тыковка, которую я купила в FixPrice Это, кстати, супер универсальная шкатулка Ее можно использовать под украшения Можно использовать просто как декор Можно, как я, использовать на кухне, например, под что-то сыпучее Смесь семян, орешки, сухофрукты Или даже поставить на стол, туда насыпать конфет И использовать как вазочку с конфетами Я, кстати, даже видела, что девушка, которая делает свечи Она прямо в эту шкатулку залила свою свечу с тремя фитильками И это выглядит нереально шикарно Очень красиво Кюхенленд отдыхает Я, как вы видели, на столешнице тоже расположила декоративную свечу Это свеча от моей знакомой девочки Оли Хомченко Она свечевар Варит только свечи из кокосового воска, супер натуральные Также ее свеча, она с деревянным фитильком И она при сгорании издает такой как прохрустывающий звук И я вам скажу, что я последнее время подсела на такие свечи Мне очень нравится даже вечером перед сном просто зажигать свечу Немного вот смотреть на огонь Слушать вот этот вот похрустывающий звук И это очень круто успокаивает Действительно наполняет какой-то энергией И вот, кстати, на столешнице я тоже расположила И думаю, что когда буду готовить что-то Или убираться, например, вечером на кухне Буду зажигать эту свечу И наслаждаться таким вот именно атмосферой уюта Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а теперь я перехожу к приготовлению осенних теплых блюд Мне сегодня хочется еще раз приготовить тыквенный суп Но я его буду готовить по новому рецепту Недавно залезла на просторы интернета И увидела, что тыквенный суп делают не из сваренных овощей А из запеченных в духовке Вроде как говорят, что немного меняется вкус Получается намного более ярко, насыщенно, вкусно Но в общем я тоже так решила попробовать Для этого в большую форму для запекания я отправляю кабачок У меня как раз осталась четвертинка Я не срезаю кожу, отправляю прямо так, как сказано в рецепте Луковица тоже должна быть вместе с кожурой Но я решила вот именно с лука кожу снять Также одну перчину нарезаю Но забегая наперед, сразу скажу Так как мы уже этот супчик попробовали То мне показалось, что перца много Потому что есть такой вот именно вкус болгарского перца А в тыквенном супе мне бы, например, хотелось, чтобы это был как оттенок Но не как основной такой вкус именно перца Вот, также сюда две картофелины отправляю И тыкву, конечно же У меня это баттернат Я, честно говоря, показалось мне, что отправила ее много Но потом я поняла, что маловато тыквы было Надо было всю дорезать Но я вот оставила маленький кусочек Чуть позже делала с ним кекс Все овощи вместе с кожурой Отправляем в формы для запекания Поливаем растительным маслом Я полила оливковым Немножко подсаливаем И отправляем в духовку на 30-40 минут До того момента, пока овощи станут мягкими Пока у меня овощи запекаются Я уже подготовила все ингредиенты для своего второго блюда И сегодня я буду делать лазанью Я делаю лазанью второй раз в жизни сама Поэтому не судите, пожалуйста, меня строго Рецепт я тоже нашла в интернете Я ни в коем случае не претендую на то, что это классический рецепт лазаньи Но, как мне показалось, он приближен именно к классике Потому что здесь будет и соус башамель И соус баланьезе В общем, что я делаю Для начала на сковородку я отправляю лук-порей В этот раз решила взять именно такой Решила и с ним попробовать Но скажу вам сразу, что в следующий раз я возьму обычный классический лук Именно для лазаньи лук-порей мне не понравился Я его отправила на сковородку Естественно, добавляю немного чеснока Также сюда же в сковородку отправляю фарш И нам нужно, чтобы фарш приобрел такой сероватый оттенок И также фарш дает сок Дальше я сюда добавляю томатную пасту И вот томатную пасту я вам показала Какую купила Global Village Покупала в пятерочке Невероятно удобно Вот такие вот маленькие упаковочки Порционные буквально Для того, чтобы приготовить определенное блюдо Это просто супер находка Я теперь буду такие покупать Также на второй сковородке Я начинаю готовить соус башамель Для этого я растапливаю сливочное масло Все точные ингредиенты я укажу в описании к видео Растопила сливочное масло Добавила муку Можно взять рисовую муку Дальше немного, когда подзолотилась мука Потихонечку такой тонкой струйкой Но так как у меня видео в убыстренном формате Вам не было видно, что я тонкой струйкой это сделала Не так быстро Мы вливаем молоко Но так как у меня не было молока полного количества Которое было нужно Я взяла сливки и просто разбавила их водой И также в отдельной кастрюльке Я начинаю отваривать листы лазаньи Когда-то я сделала большую ошибку При первом своем приготовлении Я взяла и листы лазаньи запихнула Прямо сразу в кастрюлю По-моему 3 или 4 листа я сразу отправила в кастрюлю Это была моя первая ошибка Они слиплись И вторая моя ошибка была Когда-то я не следила за временем И я, по-моему, продержала их в 2 или в 3 раза дольше, чем положено И они у меня просто сварились Поэтому первая моя лазаньи Это была катастрофа Сейчас я делала все правильно Каждый лист я отваривала буквально 1-1,5 минуты Если, к примеру, вы делаете большое количество соуса башамель То листы лазаньи можно вообще не отваривать Потому что они будут доготавливаться в духовке И в большом количестве соуса башамель Они замечательно приготовятся Но я все-таки решила немножко отварить Буквально на 1 минуту отправляю лист в воду И уже потом выкладываю слоями лазанью Первый слой это листы лазаньи Потом смазываем соусом башамель Сверху баланьезы И последним слоем все это закрывает у нас белый соус башамель В таком виде мы отправляем в духовку Также время, градусы я все укажу внизу в описании И за 10 минут до готовности лазаньи Нужно будет ее посыпать сыром И буквально там доготовиться Чтобы сыр расплавился, подзолотился В общем, вот так Пока я готовила лазанью И мне духовка была не нужна Как раз у меня приготовились овощи на тыквенный суп Я сейчас достала овощи И для тыквенного супа я отвариваю овощной бульон Вообще, конечно, нужно делать такие вот овощные бульоны Какие-то, может быть, грибные бульоны Мясные бульоны Заготовки в морозилку Так гораздо удобнее, гораздо правильнее Но, в общем, мне нужен был овощной бульон У меня была только вот эта приправа Поэтому я просто сделала именно так В воду отправила приправу У меня сварился овощной бульончик Но я полностью всю вот эту вот наваристую воду Из этой приправы не стала добавлять в суп Потому что не могу я к этим приправам не очень хорошо отношусь Поэтому я просто добавила водички потом И уже блендером все овощи перебиваю Естественно, предварительно почистив Также в тыквенный суп я добавляю сливки И еще одна моя такая находка, мой лайфхак Это во все овощные супы я добавляю творожный сливочный сыр Получается очень вкусно Такой сливочный насыщенный вкус Сразу приобретают овощи Такой сливочный сыр он оттеняет овощи И получается очень вкусно Сливочный сыр Вот такой вот вкусный теплый осенний ужин у меня получился Также я сегодня добавила осенние атмосферы в дом Я надеюсь, что вам это видео понравилось Спасибо огромное, что были со мной Спасибо, что досмотрели это видео до конца Я вам желаю всего самого-самого хорошего Теплой, уютной осени Ну а мы с вами встретимся совсем скоро Здесь на моем канале уже в новом видео Всех обнимаю И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok